Практически сразу после освобождения из колонии Лоту Гули едва не стал жертвой кровной мести. В начале ноября полиция Стамбула задержала группу из 11 киллеров во главе с Намиком Джаниевым, братом Ровшина Ленкаранского. У них при себе были огнестрельные оружия и гранаты. У задержанных также нашли подробную схему виллы в окрестностях Стамбула, где сейчас живет Гули. Планировалось взять штурмом дом и убить законника. Лоту Гули сейчас считается главным вором на всей территории бывшего СССР. Он формирует свой клан не по национальному и не по территориальному принципу, как делали многие его предшественники, а как транснациональную преступную организацию. У Гули достаточно много сторонников среди криминальных элит в разных регионах. Параллельно он занялся чисткой рядов законников. Того же Альберта Рыжего питерские собратья по своим каналам пытались восстановить в статусе, когда тот прибыл в колонию в республике Мариел, где сейчас отбывает наказание. Однако после вмешательства Лоту Гули положение Альберта Рыжего снова упало до уровня простого заключенного. На будущее Гули просил, чтобы все, кто знает Альберта как вора, сразу звонили ему. После этого все звонки прекратились. На титул лидера воровского мира также претендует Эдуард Осатрин, Эдик Тбилиски или Эдика Ситрина, освободившийся недавно из верхнеуральской тюрьмы Челябинской области, а также Василий Христофоров, Вася Воскрес и Юрий Пичугин, Пичуга. Но последних отодвинул по возвращению из испанской тюрьмы Захарий Калашев, шакра молодой, а Эдуарда Осатрина с сыном в 2014 году избили прямо на сходке. Поэтому максимальные шансы на воровскую корону у Надира Салифова, Лоту Гули.